приветствую вас друзья это очередной еженедельный обзор финансового рынка если меня слышно то пожалуйста напишите об этом чате если слышно плохо то тоже обязательно напишите итак мы как всегда разберем валютные пары разберем 7 и контракты для нас для анализа мы будем использовать ценовые каналы уровне поддержки сопротивления измененный волновой анализ и профиль рынка в принципе мы будем использовать все что мы видим для того чтобы можно было из этого извлечь прибыль и важные экономические новости которые на которые стоит обратить внимание на этой неделе это среду в 5 утра по московскому времени выступления президента сша трампа а здесь конечно могут быть изменения и в 22 часа также в среду решения по процентной ставки ожидается что изменений не будет также останется полтора процента но все может быть поэтому на это обязательно обращаем внимание и конечно же у нас начинается новый месяц а новый месяц у нас всегда начинается важных очень важных экономических новостей это нонфарм и поэтому в 16 30 в пятницу торгуем очень осторожно переводим сделки без убыток потому что все мы прекрасно знаем что во время нонфарма движение очень очень сильная и давайте перейдем на мой экран и начнем составлять торговый план по валютной паре евро доллар мы на прошлой неделе покупали покупка была очень легкая принципе нам ничего не мешало покупать у нас не было сработанного плана для продажи потому что вы помните что мы торговать торгуем всегда по тренду мы никогда не торгуем против тренда мы продавали если бы мы продавали то мы бы продавали ниже вот данного уровня принципе вы помните мы разбирали эту ситуацию и также мы рассматривали покупку на завершении нисходящей конструкции которая будет то есть у нас сформировалась такая вот волна abc мы построили наклонный канал по данной конструкции после этого пробили волной а вот скорики корректировка волна b и все здесь была покупка то есть покупка была очень простая она была в принципе мы разбираем эти ситуации каждую неделю в чем два раза в неделю я в четверг когда делаю запись которые выходят в пятницу то также разбираю такие ситуации а в принципе эти ситуации мы разбираем на курсе умная торговля то есть я учу делать правильную отметку правильные точки входа входа выхода вообще принципе торговая система умная торговля это свод строгих правил то есть нет ничего такого что а можно было бы так а можно было бы так, а можно было бы об косяк. Нет, здесь все-таки строгие правила, потому что для качественного трейдинга должны быть строгие правила, которые нельзя никак обойти. Есть строгие правила, вы им следуете, вы зарабатываете. Если вы начнете импровизировать, то просто что получится? Получится игра в рулетку, чего, конечно, я никому не желаю. Да, также, кто еще не в курсе, начался набор на курс «Умная торговля». Набор продлится до 10 февраля, поэтому если вы хотите начать заниматься профессиональным трейдингом, научиться ему, то связывайтесь со мной по скайпу. Так, кто не знает мой скайп, давайте я его напишу. Итак, вот он мой скайп, Джеки Хапи. То есть, кто хочет записаться на курс, связывайтесь со мной по скайпу и я объясню, что нужно сделать для того, чтобы попасть в мою команду. Итак, давайте составим торговый план. Сейчас у нас есть восходящая конструкция. В принципе, наша главная восходящая конструкция еще не завершилась. Мы видим, что у нас есть какое-то нисходящее движение, но при этом наклонный канал наш не пробит. То есть, в принципе, восходящее движение продолжается. Увеличим наш экран, посмотрим, сформировалась ли у нас эта конструкция. Для этого просто натянем фибосетку на вот эту вот предположительно коррекционную волну. Я не знаю, какая она коррекционная или импульсная. Вот мы натягиваем фибосетку. Уровень 88,2 не пробит. И что у нас получается? У нас получается, что, возможно, верх, то есть, это наклонный канал, он неправильный. Мы его убираем. Возможно, вниз, если мы рассматриваем восходящее движение, то если мы думаем, что начнется восходящее движение, то вниз вот эта вот коричневая волна, это волна B. Давайте мы сделаем каким-нибудь другим цветом. Вот она, это волна B. И вверх волна АС, то есть, А в волне С. Вниз волна ВС и вверх будет волна СС. Так, и вот это вот тоже надо замерить. Нисходящее движение для того, чтобы понять, где у нас волна ВС. Не ошибаюсь, что здесь не было пробита. Да, здесь у нас не пробит уровень 88,2. И наша самая ранняя покупка, которую мы здесь можем рассматривать, мы строим наклонный канал. Вот он наш наклонный канал. И мы видим, что пробитие наклонного канала было. Нисходящим движением уровень 88,2 пробит не был. Следовательно, мы можем предположить, что вверх вот эта вот волна А, вниз вот эта вот волна В. Почему В? Потому что она не пробила. То есть, если мы ниже вот этого минимума спустимся на один пункт, то у нас уже будет другая нисходящая конструкция. То есть, вот это вот будет все нисходящая конструкция. Сейчас у нас вот эта вот нисходящая конструкция, а эта, возможно, будет восходящая. И если мы сейчас пройдем вверх и не пробьем наш минимум перед этим, то у нас вот такая получается восходящая конструкция. И покупка у нас будет выше нашего вот этого вот максимума. Это самая Ранняя покупка, которая здесь есть, выше уровня 1.24.27, рассматриваем покупку. Если не спустимся сейчас ниже. Если спустимся ниже, то у нас получится уже другая разметка. У нас получится вниз А, вверх В и вниз С. Тогда нужно будет построить вот такой наклонный канал уже. Вот такой наклонный канал. И уже на завершении этого наклонного канала строить такой же торговый план и рассматривать покупки. Это вот мы сейчас рассмотрели вариант для покупок. Давайте посмотрим, что нам говорит рынок. Евро-толлар. Так, мы здесь видим, в принципе, что много продавцов, больше продавцов, чем покупателей. И поэтому вероятность того, что мы все-таки пойдем вверх, она у нас есть. Единственное, что может быть мы спустимся сначала к уровню 1.23.80. Давайте мы посмотрим, где этот уровень находится. 1.23. А, ну ничего удивительного, просто пробьем этот минимум. Вот, и в принципе это будет даже хорошо для того, чтобы войти в продажу. Почему? Потому что у нас будет тогда разворотная модель, матрешка Багураева, которую я разбирал на прошлой неделе. Давайте разберем. Если мы сейчас спустимся вниз, что очень хотелось бы, хотелось бы пробить этот минимум и хотелось бы пробить вот этот минимум. Что нам это даст? То есть у нас тогда получится вниз А, вверх В и вниз усеченная С. Для того, чтобы была усеченная С, нам нужно пробить уровень 88.2, вы его увидите. То есть немного спуститься ниже, буквально на 1-2 целых пункта. То есть нужно пробить уровень 1.23.82. Если мы его пробиваем, то у нас получается на данный момент будет вот такая вот усеченная волна. И также в этой усеченной волне у нас будет вот такая вот волна А, вверх В и вниз, вот она, волна С. И она тоже будет также усеченной, короткой. Но если она будет, конечно, короткой, то есть у нас здесь получится двойная усеченка. Именно вот на этой двойной усеченке мы построим наклонный канал. И уже на завершении данной конструкции мы просто переносим наш торговый план чуть-чуть правее. Нам нужна будет волна А, которая пробьет наклонный канал. После этого волна В, волна коррекции. И после этого волна С. Что нам даст эта покупка? Во-первых, мы зайдем на двойной усеченке, если у нас сработает торговый план. Во-вторых, покупатели, которые есть у нас в рынке, мы увидели, да, вот они наши покупатели. В принципе, их достаточно. Где-то здесь стоят их стоп-лоссы. Они выйдут с рынка. То есть, в принципе, рынок освободится. И поэтому здесь будут очень хорошие возможности именно для покупок. То есть, у нас останется много продавцов, которых, конечно же, тоже маркетмейкеры попытаются закрыть с убытком. И поэтому здесь у нас будут отличные покупки. Но будем ждать. Сейчас, конечно, нам надо, чтобы мы вот чуть-чуть опустились вниз. Буквально совсем немного, чтобы у нас закрылись с убытком покупатели. И остались продавцы. И тогда уже можно будет покупать. Вот такой торговый план. По профилю, что здесь было интересно, продажи здесь не были. Покупки здесь, в принципе, могли быть вот здесь вот на ретесте. Ну, я покупал по волновому анализу. Мы здесь разобрали. Покупки были очень простые, очень легкие и очень надежные. Поэтому здесь профилем я не воспользовался. Ну, может быть, кто-то из вас воспользовался именно профилем. Что у нас сейчас есть? У нас есть верхняя граница. Давайте ее отрисуем. Вот она, наша верхняя граница. В принципе, у нас здесь и хороший уровень. И давайте отрисуем нижнюю границу. То есть, мы чуть-чуть просто поднимем вот эту линию. Тоже, видите, очень хороший уровень. Вот они наши и цели. Спускаемся вниз. Не пробиваем уровень 1.2290. Рассматриваем покупки на ретесте нижней границы зоны высокого спроса прошлой недели. И, конечно же, цель наша 1.2525. Но при этом на самом максимальном спросе прошлой недели переводим сделку без убыток. На уровне 1.2427 переводим сделку без убыток. Дальше наша цель 1.2525. Покупки мы рассмотрели. В принципе, также можно будет еще покупки рассмотреть на ретесте 1.2525. То есть, когда мы пробьем уровень и уже на ретесте рассмотреть покупки. Но это уже в будущем. И когда мы можем рассматривать продажи от уровня 1.2525, если мы подойдем, увидим слабость в виде расхождения на индикаторе АВИСОМ эстеллятор или на индикаторе МАГДИ. Или, возможно, будет цена находиться в зоне перекупленности. Тогда от этого уровня мы продаем. Опять-таки, с ближайшей целью перевода без убыток на уровне 1.2476 и цель 1.2290. Также, если мы пробьем, сейчас если пойдем вниз, окажемся ниже уровня 1.2290, то на ретесте данного уровня можно будет рассмотреть продажи. Но при этом ближайшие цели можем держать только 1.2214. Почему? Потому что у нас здесь важный уровень. Опять-таки, нижняя граница зоны позапрошлой недели. Поэтому здесь нужно будет как-то застраховать все-таки сделку. Или перевести ее без убыток, или зафиксировать часть прибыли. Но в любом случае, страховать сделку здесь необходимо. Фунт канадец. Здесь мы также торговали строго по тренду. Впрочем, как и всегда. Продажи у нас, естественно, не было. Потому что продажи мы рассматривали только на завершение всей конструкции. Но покупки у нас здесь были, в принципе, также по торговому плану. Что у нас сейчас есть? У нас сейчас есть нисходящая конструкция. Вот она, наша нисходящая конструкция. Давайте ее перейду на М30 и мы ее обрисуем. Вниз волна А. Вверх волна Б. И вниз, соответственно, волна С. Но мы ее не будем рисовать. Она нас, в принципе, не интересует. Мы строим наклонный канал, который защищает данную конструкцию. А для чего мы это делаем? Для того, чтобы можно было рассматривать покупки. То есть, такие покупки у нас будут, во-первых, выше уровня 1.74.65. Как видите, уровень зеркальный. Поэтому, конечно, лучше покупки рассматривать выше. И будут на завершение вот этой вот нисходящей конструкции. То есть, ну, конструкция-то вот эта нисходящая. Поэтому нам нужна волна А. После этого коррекция волна Б. Если будет глубокая коррекция, то внутри данной коррекции, то есть, нам нужно будет коррекцию разбить на подволны. Также построить наклонный канал. И на завершение вот этого коррекционного движения нам нужна будет волна А. Вниз коррекция волна Б. И на пробитии волны А мы, конечно же, ставим ордер на покупку и покупаем. Такая покупка будет на завершении нисходящего движения, что гораздо безопаснее. И опять-таки она будет выше нашего уровня И при этом не сильно далеко от него То есть эта покупка будет очень выгодная Конечно же, если у нас сработает такой торговый план Когда мы можем рассматривать продажи? Ну все-таки я бы, наверное, привязался к нашему наклонному каналу К главной конструкции Потому что тренд восходящий И вполне возможно, что это коррекция Это всего лишь коррекция для продолжения восходящего тренда Все может быть, потому что мы видим тренды И мы все-таки стараемся торговать по трендам Поэтому предлагаю все-таки завершить данную конструкцию Может быть это будет к концу недели Может быть это будет на следующей неделе Но здесь лучше все-таки следовать по тренду То есть мне нужна волна А После этого волна Б И уже ниже уровня 1.74.65 На нисходящей конструкции рассматриваем продаж Здесь надо все-таки следить за этой парой То есть продаж здесь пока я нормальных не вижу Потому что мы находимся возле наклонного канала И здесь сейчас продавать, ну как-то вот и дорого И совсем, я думаю, не стоит По профилю здесь у нас не сработал торговый план Мы хотели получить коррекцию Коррекции не было, цена сразу пошла вверх Продажи мы рассматривали ниже 1.72.44 Ну, конечно же, ниже мы не спустились Давайте отрисуем нижнюю границу Вот видите, нижняя граница у нас очень хороший уровень И верхнюю границу Верхняя граница здесь у нас не по уровню Поэтому мы чуть-чуть ее выше сделаем Чтобы у нас был все-таки уровень Вот она будет наша верхняя граница А для того, чтобы рассматривать продажи Нужно пробить уровень И на ретесте уровня 1.73.84 Мы рассматриваем продажи Скорректировались Не пробили уровень Все, продали Ближайшая цель это 1.72.44 И дальше уже 1.70.91 Когда мы можем рассматривать покупки Конечно же, также от этого уровня Мы можем рассматривать и покупки Но здесь надо смотреть обязательно Чтобы мы его не пробили То есть у нас здесь часовка Вот чтобы часовая свеча Если мы спустимся вниз Чтобы ни в коем случае не пробила уровень И дальше покупки по профилю Рассматриваем только выше уровня 1.75.91 на ретесте данного уровня Пробили, сделали волну коррекции И уже на ретесте здесь входим в покупку Фунт-доллар также продолжил свое восходящее движение В принципе здесь также у нас были покупки Продажи у нас также не сработали Потому что мы продажи рассматривали на завершении конструкции У нас вот такой вот был наклонный канал Здесь немного было повышение новой конструкции Вот здесь мы пробили То есть все хорошо Мы пробили Казалось бы, можно нам искать какие-то продажи То есть мы первое дело выполнили Первую задачу выполнили После этого должна была быть волна коррекции И волна импульса, которая пробила бы данный уровень Ну не было волны коррекции Потому что именно вот эта вот волна И была волной коррекции Поэтому конечно же продажи у нас здесь никакие не сработали Но зато сейчас мы видим, что наклонный канал Цена пробила Уровень 88.2 у нас не взят И вот здесь вот как раз возникают Самые такие вот сложности Давайте посмотрим, кстати, куда в ближайшее время пройдет цена Здесь у нас больше покупателей Хотя на самом деле не очень много трейдеров находится в фунте долларе Но больше покупателей Да, немного больше покупателей Поэтому я думаю, что мы все-таки скорректируемся вниз И образуем нисходящую конструкцию Что в принципе нам и нужно для того, чтобы рассматривать покупки То есть нам нужно пробить уровень 88.2 Мы видите, мы дошли впритык к этому уровню Вот просто мы в него уперлись И никак не может цена его пробить Ну не может пробить оно понятно, почему Я как-то рассказывал про данный уровень Открывал такую тайну Что уровень видят Видят маркетмейкеры Видят крупные участники рынка Но его, конечно же, в вашей сетке нет Если вы натянете свою FIBA сетку То вы его там не увидите Но у меня здесь есть и другие уровни Которых у вас тоже нет Итак, нам нужна вниз волна А Вверх волна Б И вниз волна С Чтобы она была То есть нам нужно пробить уровень 1.4104 Данный уровень пробиваем И после того, как пробиваем данный уровень Строим наклонный канал По нисходящей конструкции Которая у нас будет И уже на завершение нисходящей конструкции Можно будет рассматривать покупки А также можно будет рассматривать покупки На завершении вот этой внутренней конструкции Но такие покупки, конечно же, надо рассматривать с меньшим риском То есть это будет внутри давайте это вот уберу мы предполагаем что вниз вот это вот а вот это вот волна b коллекция и вниз будет волна c будет если пробьет 14104 пока нет пробиваем уровень вот мы его допустим пробили все мы его пробили и здесь у нас тоже появляется усеченка то есть у нас получается опять усеченка усеченки в принципе похожая ситуация по евро доллару и вот если здесь будет тоже усеченка то есть тоже мы пробьем так вот полной низ чуть-чуть вот здесь у нас получится усеченная конструкция то строим наклонный канал по нашей вот этой внутренней конструкции допустим он будет какой-нибудь вот такой и уже на завершение именно вот этой конструкции мы входим в покупку то есть такая очень очень ранняя покупка нам нужно будет волна а волна b и соответственно волна c если мы используем такую раннюю покупку то обязательно на наклонном канале главной нисходящей конструкции переводим сделку без убыток то есть это очень строгое правило потому что главная конструкция нисходящая и она еще не завершена поэтому когда цена доходит до наклонного канала обязательно переводим сделку без убыток или фиксируем часть прибыли и потом уже наши цели это основание волны c 142 83 следующая цель это ловушка для профи 14344 и дальше уже можно будет натянуть фибоседку на главную нисходящую канал главную восходящую конструкцию и уровень 123 и 6 138 и 2 по фиба брать профит пока вот такие ближайшие цели и если мы рассматриваем такую покупку то стоп конечно ставим за минимум то есть у нас здесь стоп это просто возможность войти с минимальным столбом стоп ставим за уровень 040 82 то есть нас будет такой маленький стопик и вот она наша цель она будет ну раз 56 больше чем стоп лосс принципе нормально можно даже на ловушке уже закрывать будет сделку так это мы рассмотрели с вами покупки и давайте рассмотрим продажи для продаж надо все равно получить повышение волнового уровня то есть все таки завершить данную конструкцию или ниже уровня 139 40 также рассматриваем продажи на нисходящей конструкции здесь у нас будет уже подтверждение того что движение все таки будет нисходящая тогда ищем какую-то коррекцию и на завершение коррекции восходящей на нисходящей конструкции мы продаем немного может быть сложно но здесь вот я пока другого не вижу потому что здесь уже продавать очень очень дорого потому что мы во первых находимся на уровне 88 и 2 мы знаем что у нас здесь тоже уровень важный и мы знаем что у нас общее движение восходящая то есть тренд у нас все таки восходящий поэтому сейчас просто зайти по очень дорогой цене я думаю что не стоит по профилю у нас была продажа ниже уровня 138 49 который не случилось потому что ниже мы не прошли а выше мы прошли замечательно и давайте отрисуем верхнюю границу вот она верхняя граница но здесь видите здесь все таки стоит опять-таки по уровню это сделать чуть чуть выше вот так мы находимся где-то вот в центре зона высокого спроса поэтому для того чтобы нам рассматривать покупки нам нужно спуститься вниз и уже от уровня 138 49 рассматривать покупки или на пробитие максимумом 14266 но пятки на ретесте то есть важно это делать на ретесте то есть должна все таки такая произойти дуга то есть мы должны пробить потом дугой пойти и уже здесь на ретесте можно будет рассматривать покупки пятки если не пробьем уровень 14266 напоминаю что таймфрейм h1 а когда мы рассматриваем продажи от уровня 14266 от верхней границы вот у нас есть уровень если мы его не пробиваем если у нас есть слабость расхождения или дивергенция то здесь мы конечно же рассматриваем покупки с ближайшей целью 138 49 и на зоне максимального спроса прошлой недели переводим сделку без убыток то есть это уровень 139 87 доллар канадец продолжил свое нисходящее движение здесь у нас была продажа на завершение вот этого коррекционной конструкции покупки у нас здесь не было вы помните да мы строили здесь торговый план но увидите цена сразу пошла вниз поэтому покупки у нас не случилось что мы сейчас видим мы видим что у нас вот есть нас пробитие наклонного канала давайте замерим опять кипи бы сеткой правильно ли я построил наклонный канал по нисходящей ли конструкции было ли пробитие уровня 88 и 2 было пробитие 88 2 вот он этот вот она это пробитие поэтому здесь все правильно у нас есть нисходящая конструкция которая нам дает возможность как раз рассматривать и покупки и продажи на повышение и так если мы рассматриваем продажи по текущему тренду видим тренд у нас нисходящий нужно в принципе завершение вот этого вот восходящего движения если мы рассматриваем продажи то вниз вот это вот волна а а вверх вот это вот волна b и нам нужна соответственно вниз волна c вот она волна бы давайте перейдем на меньше таймфрейм для того чтобы разбить эту волну бы на подволны в принципе это наша главная задача разбивать на подволны для того чтобы находить более ранее точки входа вот он наклонный канал он довольно вертикальный то есть у нас здесь продажа будет очень ранее и так нам нужно вниз получить волну а которая пробьет наклонный канал после этого получить коррекцию волну бы и уже на пробитие волны а мы ставим ордер на продажу селс толк с ближайшей целью это основание вот этого восходящего движения 12291 это ближайшая цель а дальше уже если пробьем то хорошо конечно можно брать цели более высокие и ступло ставим за уровень 123 56 это мы сейчас рассмотрели торговый план для продажи давайте рассмотрим торговый план для покупок если мы рассматриваем покупки то мы предполагаем что вверх вот это вот волна а которая завершила вот эту вот нисходящую конструкцию пробитием наклонного канала после этого нужно получить волну b и вот здесь вот видите здесь мы можем использовать именно систему переворота то есть мы можем подстраховать свою продажу именно для того чтобы войти в покупку как мы это делаем вот мы предполагаем что эта волна а мы построили уже наклонный канал и вниз получаем трех волновку то есть мы получаем трех волновую коррекцию давайте обратно перейду на 15 вот она наша трех волновая коррекция но так получается что нет силы и мы не идем до нашей цели и у нас такая вот усеченная короткая волна то есть не получилось у нас нисходящего движения которое мы хотели получить то мы сразу строим наклонный канал по вот этой вот нисходящей конструкции которая будет строим по ней наклонный канал и на завершение уже этой конструкции мы закрываем сделку которую вот так вот волна а волна b и соответственно волна c на пробитие волны а мы открываем ордер на покупку и тут же закрываем ордер на продажу которую мы здесь открыли то есть мы получаем убыток буквально там 12 пункта а ну при этом идем по уже тренду который сформировался здесь мы можем перевернуться и вот как раз этот переворот он и есть наш торговый план на покупку здесь у нас принципе силы равны чуть больше у нас продавцов поэтому возможно что вверх как раз и пойдем но это незначительная разница на самом деле поэтому здесь нам ничего не говорит по профилю отрисовываем нижнюю границу и верхняя граница такая довольно большая зона высокого спроса прошлой недели поэтому для того чтобы рассматривать нам какие-то покупки нам нужно спуститься к уровню 12283 к нижней границе и отсюда уже можно будет рассматривать покупки если мы уровень не пробивает если пробиваем тоже на ретесте уровня 12283 рассматриваем продажи а также можно рассматривать продажи от уровня 12407 нижней границы позапрошлой недели и от уровня верхней границы прошлой недели 124 42 от этих границ можно рассматривать продажи опять-таки если мы их не пробиваем то есть на ретесте доллар иена кстати вот здесь по доллару иене мы опять-таки заглянули в сделки то есть мы знали что у нас очень много покупателей и мы знали что у покупателей на уровне 111 состояли стоп лоссы вы помните да мы разбирали эту ситуацию и поэтому мы не рассматривали здесь покупки мы рассматривали продажи потому что мы знали что эту же ситуацию видят маркет-мейкеры крупные игроки банки которые обязательно накроют покупатели которые здесь были и поэтому здесь был торговый план на продажу в принципе торговый план был такой же как и всегда а сейчас у нас нисходящая конструкция вот мы видим она у нас есть поэтому для того чтобы рассматривать покупки все таки тренд нисходящий мы видим да вот какое то время он идет нисходящий тренд поэтому для то чтобы покупать я все-таки предлагаю завершить данную конструкцию пробитием наклоново канала после этого получить волну коррекции волну b и уже внутри волны b то есть мы волну b разбиваем на подполный и нам нужна будет подволна А, подволна Б и соответственно подволна С, мы здесь уже рассматриваем покупки на пробитии подволны А. Ближайшая цель для покупок, давайте вот этот уровень все-таки скорректируем, 10973 это наша ближайшая цель для покупки. Дальнейшая цель это наклонный канал или уровень, давайте вот посмотрим, вот он наш уровень и вот он наш наклонный канал нашей главной нисходящей конструкции. Здесь видите, здесь скорее всего будет наклонный канал раньше, поэтому конечно же на наклонном канале нам нужно тоже фиксировать нашу прибыль и дальше это уровень 111, который у нас и был, в принципе вот это наша такая последняя цель для покупок и что нам надо для того, чтобы продавать дальше по тренду, да все очень просто, нам нужно просто разбить эту конструкцию на подволны, а можно ее не разбивать, просто построить наклонный канал по данной конструкции и на завершение вот этого восходящего тренда, который у нас образовался с пятницы, с конца пятницы и вот сегодня у нас идет, мы рассматриваем продажи. Построили наклонный канал, нам нужна вниз волна А, здесь кстати будет точка входа при усеченной С, то есть вот это вот А, вот это вот Б и вот это вот сейчас усеченная С, видите она находится на одном уровне, то есть она усеченная. И также внутренние подволны, вот она подволна А, С, Б, С, С, здесь она тоже пока усеченная. То есть здесь двойная усеченка, здесь опять получается разворотная модель Патрешка Багураева и нам нужно вниз получить волну А, вверх коррекцию волну Б, на пробитие волны А мы ставим ордер на продажу, но ближайшая наша цель это конечно же наш минимум ловушка для профи, потому что мы здесь обязательно должны застраховать свою позицию в районе 108-27 мы обязательно страхуем позицию или фиксируем часть прибыли или можно работать двумя ордерами, то есть вы открываете два ордера, один у вас стоплос остается здесь, второй, то есть вы один ордер здесь закрываете, второй ордер уже закрываете, например можно просто натянуть фибосетку на вот эту восходящую конструкцию и взять в профит 138,2, 123,6 или 161,8 по фиба, ну вот смотрите 161,8 по фиба как раз уровень 107,32, давайте его чуть-чуть откорректируем, именно по фиба уровню 107,36, то есть 107,36 это наша главная цель для продажи и покупки мы с вами тоже разобрали, по профилю мы покупки рассматривали выше уровня 111,04 на ретесте, естественно никакого ретеста здесь не было, здесь мы пробили потом мы сразу вернулись обратно, здесь даже мы и не пробили и продажи мы конечно же рассматривали от этого же уровня 111,04 на ретесте, вот здесь как раз и был этот ретест и была продажа, то есть здесь мы по профилю также могли продавать и давайте отрисуем зону высокого спроса, вот она наша нижняя граница И вот она наша верхняя граница. Мы сейчас находимся внутри, поэтому покупки рассматриваем. На ретесте 108.27, если мы его не пробиваем. Здесь очень важно, если мы его не пробиваем. И с нашей целью 110.31. Также если мы поднимемся к уровню 110.31, то здесь можно будет рассматривать продажи от верхней границы. И вот она наша зона максимального спроса. Давайте ее тоже обязательно отрисуем. Вот она данная зона. 109.02, здесь мы обязательно переводим сделку без убыток, если покупаем от уровня 108.27. То есть это вот такой магнит для движения цены. По золоту здесь были простейшие покупки. Мы разбирали, что нам нужно обязательно получить волну коррекции. То есть нам нужна трехволновая коррекция. Здесь у нас есть А, Б, С. Построили наклонный канал, пробили волной А, волна Б, волна С. Здесь была покупка. То есть такая вот детская покупка, простейшая покупка по тренду. То есть мы, как всегда, мы торгуем только по тренду. Мы знаем, что мы против тренда не торгуем. Ну вот такие вот мы упрямые. Поэтому здесь была покупка. Также все то же самое, то что, в принципе, по курсу умная торговля, то, чему я учу. Так что у нас сейчас есть? У нас есть резкое нисходящее движение, которое у нас было в четверг. Вот такое вот сильное нисходящее движение. И вот нам нужно, чтобы мы еще спустились к наклонному каналу. Конечно же, здесь продажи никакие рассматривать я не могу, потому что мы находимся, во-первых, возле уровня 1343, возле наклонного канала всей нисходящей конструкции. Поэтому о продажах здесь речи даже быть не может, потому что слишком много препятствий этому. Поэтому строим наклонный канал. И мы видим уровень 88,2. И вот нам нужно его пробить. Нам нужно его пробить, чтобы получить нормальную нисходящую конструкцию. Вот это было бы просто в идеале, если бы мы ее пробили, для того, чтобы рассматривать покупки. Если мы ее пробьем, так давайте, во-первых, замерим, где у нас находится максимум нашей конструкции. Для этого мы замерим вот это вот движение. Был пробит уровень 88,2. Отлично. То есть у нас получается вот такая вот восходящая волна. Вот она, наша восходящая волна. И я хочу получить нисходящую конструкцию в виде волны А. После этого коррекции волны В. Коррекция волна В. И вниз волна С. То есть мне нужно пробитие уровня 88,2. Очень нужно. То есть нам нужно его пробить. Вот если мы его пробиваем, то у нас получается такая нисходящая конструкция. И если она у нас будет, то строим наклонный канал. У нас наклонный канал здесь очень выгодный, потому что он идет прямо за ценой. И на завершение вот этой нисходящей конструкции пробитием наклонного канала мы рассматриваем покупки. То есть нам нужна волна А, волна В и коррекция волна С. Точка входа при усеченной С на пробитии волны А. Такая будет точка входа. Ближайшая цель это уровень 1356. Следующая цель уровень 1361. И главной целью можно держать уже, натягиваем фибосетку на вот эту вот нашу восходящую волну. Ну 138.2, 161.8 берем профил. И когда мы рассматриваем продажи. Для продаж нам необходимо пробить уровень 1343. И естественно наклонный канал. То есть нам нужно завершить вот эту вот всю конструкцию. Только тогда можем рассматривать продажи. То есть что нам надо? Нам нужно получить волну А. Ну к продажам мы более жестко отнесемся, потому что тренд у нас восходящий. Поэтому все-таки лучше более внимательно рассмотреть продажи. Поэтому нам нужна вниз волна А, которая завершит данную конструкцию. И после этого нам нужна верх волна В, состоящая из трехволнов. То есть трехволновая волна В. Такая будет подволна А в В, В в В и соответственно С в В. То есть вот такая вот коррекция. Я просто нарисовал коррекционную волну и сразу ее разбил на подволны. После этого строим наклонный канал по конструкции, которая будет. Может быть она будет чуть больше. В принципе это не столь важно на самом деле. И уже на завершении вот этой коррекционной конструкции, но только после того, как будет вот это пробитие, мы рассматриваем продажи. Волна А, соответственно волна В и волна С уже ниже уровня 1343, мы рассматриваем продажи. Вот такой торговый план для продаж. Apple начал свое нисходящее движение. Вот видим, да, такое сильное. Причем что Facebook, казалось бы, он так вот обычно вровень идет с Apple. Совершенно противоположное движение. А что мы видим? Мы видим пробитие наклонного канала. Мы пробили наклонный канал. Поэтому лучше дождаться все-таки какого-то восстановления вот этого движения для того, чтобы рассматривать покупки. То есть что нам надо? Нам надо оказаться выше уровня 171.82. А вот мы в принципе отбились от уровня. И на ретесте уровня 171.82 можно будет уже рассматривать какие-то покупки. Но опять-таки если его не пробьем. Если пойдем ниже, вот у нас сегодня откроется рынок, если мы пойдем ниже, то будем просто следить за тем, насколько мы пройдем ниже. Опять-таки по уровням. И искать более выгодную покупку. Но все равно будем рассматривать покупки. Искать просто выгодную покупку. Facebook у нас начал свое движение вверх. Мы опять-таки разбирали эту ситуацию. Мы видим, что у нас сейчас конструкция восходящая. Давайте построим фибосетку для того, чтобы понять пробили ли 88.2. Не пробили. То есть вот видите, мы сейчас не пробили уровень 88.2. Поэтому вот это не продолжение вот этого восходящего движения. Если мы пробьем уровень 88.2 на сегодняшнем открытии, в принципе, я думаю, что здесь как раз будет гэп, который его и пробьет. Тогда строим наклонный канал. Вот такой наклонный канал. И уже на повышении волнового уровня можно будет рассматривать покупки. То есть мы завершим коррекции и покупаем. Также можно рассмотреть покупки от уровня 187.32. Видите, уровень отличный. Мы его с вами разбирали на прошлой неделе. И если мы спустимся к этому уровню, его не пробьем, то здесь очень хорошие получаются у нас покупки. Если пробиваем уровень 187.32, то покупки пока отменяются. Нужно будет понаблюдать за акцией, потому что если пробьем, то здесь уже все-таки, наверное, мы спустимся ниже. Поэтому смотрим на уровень 187.32. Сбербанк сегодня вот открылся так вот, таким разнообразным движением. Мы хорошо открыли с гэпом вверху, прошли чуть-чуть вверх, потом спустились вниз. Опять-таки столкнулись с уровнем и обратно прошли вверх. Ну вот такое вот было движение интересное. Но при этом мы видим, у нас восходящее движение, в принципе, осталось. Да, мы рассматривали, конечно же, покупки на прошлой неделе. И, как видите, цена хорошо пошла вверх. Наши покупки очень хорошо отработались. И что у нас сейчас есть? Мы сейчас находимся под 55-й и 89-й скользящими средними. Мы находимся под ними, поэтому, конечно же, лучше пробить, чтобы цена закрепилась выше скользящих. Что нам это даст? Но если мы сейчас пойдем вверх, нам вот это вот нужна волна А. После этого коррекция волны В. На пробитии волны А уже можно будет рассматривать покупки. Но, опять-таки, используя наши максимумы, то есть на максимумы мы обязательно переводим сделку без убыток. В районе 250-51 обязательно переводим сделку без убыток. И, опять-таки, от наклонного канала. Если мы сейчас спустимся вниз, то и не пробьем, то у нас получится вот такая вот нисходящая конструкция. Давайте эту линию удалю. Строим наклонный канал по нисходящей конструкции, которая у нас будет. И на завершении вот этого нисходящего тренда волна А, волна В. Соответственно, волна С мы рассматриваем, опять-таки, покупки. Сбербанк покупаем, вы знаете, что пока я Сбербанк только покупаю. Газпром находится в таком флейте сейчас. То есть, в принципе, были покупки, было движение вверх. Но сейчас образовывается флейт. Ну, оно и понятно, потому что мы очень долго шли вверх. То есть, все-таки, должна быть какая-то коррекция. Поэтому нам нужно разбить вот это нисходящее движение, которое у нас есть. Вот видите, у нас, в принципе, образовалась хорошая нисходящая волна. Вот она, волна А. Вот она, волна В. И вниз такая вот волна С. И покупки, ранние покупки можно рассматривать на завершении вот этой вот как раз конструкции. Для этого нам нужно пробить наклонный канал. Вот он, наш наклонный канал. То есть, просто получить восходящую конструкцию. Волна А, волна В и коррекция волна С. Такая вот покупка на пробитие волны А. Здесь мы покупаем на завершении вот этой вот нисходящей конструкции. А с ближайшей целью это наш максимум. Вот этот наш максимум. Здесь мы переводим сделку без убыток. или фиксируем в принципе всю прибыль забираем но здесь мы по-любому должны реагировать в районе 150 85 мы реагируем аэрофлот аэрофлот у нас пикируют пикирует вниз мы рассматривали покупки выше 140 10 помните строили торговый план но выше цена не пошла покупки поэтому у нас не сработали и у нас продолжилось вот это вот нисходящее движение поэтому для того чтобы рассматривать покупки все-таки нужно оказаться выше 136 45 потому что уровень очень сильный поэтому ждем возврата ждем возврата то здесь совсем не стоит покупать или ранняя покупка может быть вот такая на завершение нисходящей конструкции но я бы все-таки наверное и и не разманут принципе если вот вот я правильно построил наклонный канал и у нас получится выше 136 45 как раз выше 136 45 мы рассматриваем покупки ниже я не буду покупать потому что ну как то вот если мы идем вниз то надо подождать или когда цена будет еще более привлекательная или подождать уже восходящего какого-то движения поэтому вот такой торговый план но магнит я смотрел стоя как он падает как раз была отчетность вы помните отчетность была негативная вот покупки здесь не сработали потому что ну принципе я вам говорил очень большое преимущество у 7 контрактов то есть торговать и виде контрактами что когда выходят какие-то важные новости то нет вот этого движения вверх вниз то если они отрицательны то просто мы идем вниз и все новость плохая пошли вниз новость хорошая пошли вверх поэтому здесь было как раз вот эта вот ситуация когда новость была плохая мы просто пошли вниз поэтому здесь были хорошие продажи а вот покупок здесь не было никаких мы максимум не пробили то есть мы никакие зоны не пробили поэтому сейчас у нас нисходящее движение ждем какого-то восстановления ждем какой-то восходящую конструкции только тогда рассматриваем покупки никаких покупок я здесь сейчас рассматривать не могу вообще если мы перейдем на викли то мы увидим вот такую вот картину мы сейчас торгуемся ниже первоначальной стоимости акции с ниже стоимости которая была на айпио не живота на наша цена то есть мы хорошо идем вниз и поэтому будем ждать восстановления будем ждать восстановления я пока здесь покупок не вижу но я пятки продажи куда еще я не знаю почему так дешево почему так активно дешевеет магнит поэтому продажи здесь я не рассматриваю то есть я просто не вижу цели для продажи поэтому продажи не рассматриваю и яндекс ну яндекс у нас продолжает свой рост активно на ретесте 2074 мы покупали в принципе идем вверх сегодня гэп был опять таки обычай и продолжилось вот это вот восходящее движение, поэтому для того чтобы рассматривать покупки, все таки я предлагаю повысить волновой уровень, вот он наклонный канал давайте перейдем на H1 его откорректируем вот я откорректировал наклонный канал то есть я предлагаю дождаться какую-то коррекцию, потому что ну уже дорого у нас уже это новый максимум, это исторический максимум Яндекс вообще дорожает просто не по дням и по часам, вот мы в принципе видим у нас было вот здесь вот IPO потом после IPO сильно пошли вниз, ну не знаю здесь может быть был какой-то хитрый ход ну вот сейчас мы идем вверх, мы находимся на историческом максимуме, поэтому здесь конечно же стоит торговать осторожно, то есть я хочу более дешевую цену для того чтобы рассмотреть покупку, поэтому мне нужна коррекция, мне нужна коррекционная конструкция возможно она будет на M30, в принципе я не претендую на какой-то там H1 или H4 мне просто нужна нисходящая конструкция, которая подойдет к наклонному каналу и на завершении нисходящей конструкции уже буду рассматривать покупки вот такая вот нисходящая конструкция после этого наклонный канал и уже на завершение ее, то есть нужно пробить наклонный канал получить волну B коррекции и на пробитие волны A ставлю ордер на покупку и столько торгового плана на покупку у меня все, если у вас есть вопросы, давайте я на них отвечу если нет вопросов, то давайте приступать к торговле я так понимаю вопросов нет тогда я вам желаю профитной недели всего хорошего и до новых вебинаров, пока